Добрый день, наши уважаемые коллеги, сотрудники областного Брянского Центра Народного Творчества, наши соотечественники. Могилевский областной методический Центр Народного Творчества и культурно-просветительной работы продемонстрируют для вас обзорную экскурсию по выставке народных промыслов и ремесел. Сегодня Могилевский областной методический Центр ведет активную работу по возрождению народных ремесел, промыслов Могилевщины и поддержке мастеров, которых в области насчитывается около 500 человек. Из них в Белорусском Союзе Мастеров Народного Творчества состоят 103 мастера из Могилевской области, 21 являются народными мастерами Республики Беларусь. Под патронатом Центра находятся 17 домов ремесел, в которых не просто восстанавливаются белорусские традиционные промыслы, но и ведется обучение взрослого поколения различным видам народного творчества. Вашему вниманию представлены работы мастеров декоративно-прикладного искусства Могилевской области. Проект «Четыре поры года» Народного мастера Республики Беларусь Натальи Витольдовны Доминиковой. В композиции также представлены работы члена Союза Мастеров Савченко Елены Владимировны. На экране деревянные скульптуры, работа члена Союза Мастеров Давыдова Виктора Ивановича из города Костюковичи. А также обратите внимание на тканые дорожки и рушники нашего молодого специалиста Татьяны Николаевны Андрейчиковой. На современном этапе мастералы-заплетельщики Могилевщины изготавливают различное по форме, функциональному использованию, внешнему виду, традиционное или слегка модернизированное изделие, которое находит применение в быту. Вам представлены работы Народного мастера Республики Беларусь Фиськовой Татьяны Михайловны, а также бондарства Станкевича Владимира Ивановича. Очень большое влияние на развитие народных художественных ремесел, творческого потенциала мастеров декоративно-прикладного искусства оказали творческие проекты, реализованные Центром за последние годы. Творческий проект «Купальский пояс». Идея проекта – сохранить особенности узоров ткачества поясов регионов Могилевской области в одном изделии – поясе. Результатом проекта стал тканный пояс длиной 76,5 метров и шириной 15 сантиметров, который складывался из фрагментов орнамента каждого региона. Купальский пояс ткалей более 20 ткачих. Белорусский рушник относится к тем предметам народного искусства, которые принадлежат и прошлому, и современности. Обязательно присутствуют наиболее важные этапы жизненного пути человека. Рушники поднепровского региона впечатляют насыщенностью и колоритностью красного цвета, семантической современностью ромбо-геометрической орнаментики, обилием приемов и способов ткачества. Традиционный белорусский костюм – явление уникальное. Пройдя длинный путь исторического развития, он сохранял общеславянские черты, которые касались материалов и технологий изготовления различных предметов одежды, искроя, характера украшения и способов ношения. Могилевский областной методический центр народного творчества реализовал проект областного конкурса выставки «Белорусский народный костюм Могилевщины». Работы победителей и участников данного конкурса были представлены в отдельной экспозиции в рамках республиканского праздника Купалье «Александрия собирает друзей». Конкурс проводился в двух номинациях – «Лучший традиционно реконструированный костюм» и «Лучший народный стилизованный костюм – этнокостюм». Могилевским областным методическим центром народного творчества был иницирован и проведен областной конкурс на лучшее изготовление женских и мужских головных уборов Могилевщины в традиционном и современном стилях. Всего на конкурс было подано 62 конкурсных работы – намитки, платки, мужской корпус и многое другое. Реконструированный свадебный головной убор невесты, венок, соломенная шляпа и многое-многое другое. Областной конкурс аксессуаров и элементов традиционному и стилизованному народному костюму «Мир формы и цвета» был очередным творческим проектом центра. Разнообразие работ, представленные мастерами на конкурсе, не имело границ. Это и тканые пояса, мужские и женские, украшения, бусы, серьги, браслеты, сумки и многое другое. Во всех работах нашли отражение народной мотивы. Многие работы изображали орнаменты, характерные для народного костюма регионов области. Работы производились ручным способом. Много работ было выполнено с использованием современных технологий, приемов в создании аксессуаров и элементов костюмов. Проект «Моя малая родина». Малая родина в творчестве мастеров Могилевщины была отражена в работах, которые мастера представляли на областной конкурс на лучшую творческую работу, приуроченную году Малой Родины. Свыше 50 мастеров своим творчеством выразили отношения и восприятие Малой Родины в номинациях. Творческая работа «Моя малая родина. Панно. Композиция». Мелкая сувенирная продукция о родном крае. Лучший сувенир о малой родине. Творческие работы были выполнены в различных видах декоративно-прикладного искусства. Много работ сочетали различные материалы – глину, текстиль, бумагу, соломку и многое другое. Работы отражали природные и заповедные места родного края, исторические события отдельной местности, легенды, традиции региона и прочее. Банки данных мастеров декоративно-прикладного творчества Могилевской области насчитывается более 40 мастеров, занимающихся изготовлением текстильной куклы, бережно сохраняя технику изготовления и сакральность назначения. В городе Круглое ежегодно проводится региональный праздник-конкурс «Праздник куклы». Соломоплетение – один из самых распространенных на Могилевщине видов народного творчества. Наиболее развито соломоплетение в Горецком, Быховском, Дребинском районах Могилевской области. Современное художественное соломоплетение демонстрирует широкий диапазон ассортимента изделий. Это настенные диваны, панно в смешанных техниках, цветочные букеты и куклы, головные уборы и аксессуары, пауки и многое другое. В клубных организациях Могилевской области организована работа 11 клубных формирований по соломоплетению и аппликации соломкой. Статус народного мастера по соломоплетению присвоен шести мастерам. Лазоплетение заново возродилось практически во всех регионах области. В банке данных мастеров Могилевской области насчитывается около 15 мастеров и умельцев, занимающихся лазоплетением. Статус народного мастера по лазоплетению присвоен трем мастерам. На современном этапе мастера-лазоплетельщики Могилевщины изготавливают различные по форме, функциональному использованию, внешнему виду, традиционное или слегка модернизированное изделие. В Могилевской области насчитывается около 20 мастеров, занимающихся различными видами деревообработки. Это художественная обработка дерева, скульптура и бондарство. Одним из ярких представителей и возраженцев традиционного народного бондарского ремесла на Могилевщине является народный мастер Станкевич Владимир Иванович из Глузского района. Из разных пород дерева он изготавливает бочки, кадушки, цебры, ведра, ковши, маслобойки и многое другое. Член Союза мастеров Анжелика Быстрова и Анастасия Шевцова, Быховская школа ремесел, возродили старинный вид промысла – роспись по стеклу и ткани. Сегодня посуда – это не только предмет ежедневного быта и практическая составляющая нашей жизни. Все чаще она становится отличным подарком или сувениром, неотъемлемой частью нашего интерьера. На Могилевщине более 25 мастеров народного творчества занимаются традиционной лепкой из глины. Ежегодно домами, центрами ремесел организуются свыше тысячи выставок декоративно-прикладного творчества, в том числе и по различным видам народных художественных ремесел Могилевщины, персональные выставки мастеров и умельцев. В каждом учреждении оформлены постоянно действующие выставки, для обновления и пополнения которых проводятся исследовательско-этнографические экспедиции. Экспедиционная работа также способствует выявлению новых мастеров традиционных белорусских ремесел декоративно-прикладного творчества. С целью развития и популяризации народного декоративно-прикладного искусства ежегодно проводится свыше 500 мастер-классов, образовательных семинаров. Организуются культурные мероприятия по популяризации творчества мастеров и повышению их профессионального мастерства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова